Излишняя любовь Излишняя родительская любовь не дает детям по-настоящему повзрослеть. Тем более, если материнская любовь оказывается не бескорыстной. В связи с этим я вспоминаю историю Марины Свечиной. Ее очередной брак оказался снова под угрозой. За понимание! Что опять случилось? Марина Свечина, 24 года. Сотрудница художественного музея. Замужем. Что случилось? А я тебе сейчас расскажу. Дмитрий Круглов, 30 лет. Бизнесмен. Второй муж Марины. Что случилось? Может, помаленько? Ну, извини. Бананов нема. Привет, Мариночка. Ольга Кирилловна Свечина, 49 лет. Вдова. Работает в рекламном агентстве. Мать Марины. А у нас что? Все как всегда. Контракт не подписан, толщности пониже. Мам, подожди. Дима, ты же обещал. Так Дима твой только пить и может. А тебе, теща, что за забота, а? Или, может, плохо обслужили? Дима, 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 не заводись. Ты же знаешь, чем все это заканчивается. Ладно. После поговорим. Ну что? Долго это еще будет продолжаться? Ты долго еще собираешься все это терпеть? Да пойми ты достойно лучшего. Марина понимала, что рушится ее второй брак. И что сама она с ситуацией не справится. Знаете, шла к вам сюда и думала, что расскажу все. А сейчас понимаю, что не готова. Можно я в другой раз приду? Пожалуйста. Ну, опять же. Вот завтра скажете, что опять завтра. А послезавтра опять завтра. Марина, вы пришли сюда для того, чтобы поговорить о своих проблемах. Вот и рассказывайте. Вот представьте себе, что мы просто так сидим, и вы говорите. Только не думайте, что я сошла с ума, ладно? Просто понимаете, у меня такая история. У меня повторяется история с Андреем. Но этот человек был мне очень дорог. А сейчас все как по замкнутому кругу. Ну, расскажите поподробнее. Мы с Андреем встречались еще со школы. Хотели пожениться. Стали жить вместе с мамой. Моей мамой. Ну вот, все было хорошо. А потом постоянные скандалы. Это стало невыносимо. А однажды... Возьми мобильное, а то опять забудешь. Ну, положи в карман. Ой, а что это здесь? Смотри, какие-то духи французские. Ты, наверное, карман припутала? Да нет, Мариночка, смотри. Любимой Верочке, а та. Мам, это что, от Андрея? Кому это он? Ну, так ты спроси у него, разбуди и спроси. Нет, я не могу. Я его люблю. И он меня тоже. У него что, другая женщина есть? Ладно. Сейчас все равно ничего не решишь. Спрошу, когда вернусь с работы. А когда я вернулась домой, Андрей уже уехал. Мама мне все рассказала. Она предъявила Андрею духи. Он психанул и уехал к любовнице. Вот так. Такая история. А сейчас все повторяется. Что, опять измена? Нет. Мой муж Дима, у него проблемы на работе, и он начал выпивать. И они с мамой очень скандалят из-за этого. Хотя сначала все было хорошо. Она нас познакомила и души в нем нечаяла. Вы продолжаете жить с мамой? Ну да. Понятно. Скажите, а вы любите своего мужа? Нельзя сказать, что люблю, но мама нас познакомила и сказала, что у женщины должен быть муж. Мне его жаль. Ну, на жалости семью-то не удержишь. Вам нужно принимать решение. Но не для удовольствия мамы, а для себя. Я понимаю. Только поймите... Хорошо, что вы понимаете. И самое главное, что это решение надо принимать, ну, как можно быстрее. Хорошо. В тот день Марина окончательно решила объясниться с Димой. Смотри, на кого ты похож. Я так на тебя рассчитывала. Ты все, все потерял. Да ты алкаш! Ты все потерял, что я мил. Ну, какой же ты мужик! Вот смотри на себя! Да ты просто трехка! Вали ты от меня! Не смей трогать мою мать! Убирайся отсюда! Я больше не хочу тебя видеть! Ты мне больше не муж! Марина была вне себя. Вся ее жалость к Диме испарилась. Сейчас он был ей отвратителен. Слава богу, все закончилось, подумала она. А, золотая семейка! Теща стерва, жена дура! Ладно, пока! Девчата, счастливо оставаться! Мамочка, тебе не больно? Да нет, нет, ничего, доченька. Это все пройдет. Ты знаешь, а я от тобой горжу сняла. Его давно надо было гнать за шеи. Ну все, теперь самое главное рассвестись. Эх, мам, опять мы с тобой одни остались. Нет, дочь, почему это одни? Мужчин вам сколько много? Не один, так другой. Нет, доченька, мы с тобой одни не останемся. В этот день Марина получила развод. Ей было тоскливо, холодно и неприютно. И никого рядом не было. Марин! Марина! Ну что, доченька, как дела? Все нормально. Материальных претензий нет. Детей нет. Развели за пять минут. Ну и отлично. Не переживай, все наладится. Здравствуйте. Ольга Кирилловна, а кто эта красавица? Сергей Шереметьев, 35 лет, бизнесмен, разведен. Ваша младшая сестра? Сергей, вы, как всегда, в своем репертуаре. Знакомьтесь, это моя дочь Марина. А это Сергей, наш постоянный всеми любимый клиент. Очень приятно. Очень рада, безумно. Сергей, а Марина только что развелась, поэтому еще не совсем пришла в себя от счастья. Простите, я не знал. Дело в том, что совсем недавно я сам через это прошел. Я, наверное, прекрасно вас понимаю. Сначала не хочется жить, а потом вроде бы все налаживается, жизнь продолжается. Все не так уж плохо, поверьте мне. Вы так думаете? Кстати, хотите, я предскажу вам ближайшее будущее? Марин, соглашаюсь, а советы Сергея в бизнесе дорогого стоят. Ну, попробуйте. Ну, для начала давайте проедем в одно тихое местечко и чего-нибудь перекусим. Заодно обо всем поговорим. Окей. Смеленно. Прошу вас, я пообещаю вам, ничего плохого не будет. Марина не могла поверить в свою удачу. Похоже, развод с Димой не стал финалом ее личной жизни. Судьба подарила Марине встречу с Сергеем, который показался ей просто обворожительным. Через несколько дней у Марины был день рождения. Дома ее ждала приятная, неожиданная встреча. Смотри, кто пришел. О, Мариш, привет. А я тебя жду, не дождусь. Слушай, великолепно выглядишь. У меня, кстати, для тебя маленький сюрприз. А, Ольга Кирилловна, сегодня у вас праздник. День рождения вашей дочери. И мне кажется, сегодня самый подходящий день для того, чтобы попросить руки вашей дочери. Надеюсь, вы не против. Сергей, вы же знаете мое отношение к вам. И все же это так волнительно. Так скоро. Ну, конечно, мы согласны. А я нет. Я не согласна. К тому же, моего разрешения никто не спрашивал. Мариш, это ты чего? На следующий день Марине позвонил еще один человек, звонка которого она совсем не ожидала. Привет, Марин. Привет. Узнала? Узнала, узнала. Я звоню, поздравлю тебя с днем рождения. Андрей Улин, 26 лет, программист, первый муж Марины. Спасибо. Опоздал, правда? Ну, лучше поздно, чем никогда. Ты извини, я хотел позвонить. В общем, звонишь сейчас. Спасибо. Марин, может, мы... Нет, я не думаю. А ты подумай. Я перезвоню. Пока. Брак Марины оказался под угрозой. Ее муж Дмитрий начал пить. Ольга Кирилловна, мать Марины, настаивала на разводе. И спустя некоторое время Марина уступила уговорам матери. Ольга Кирилловна познакомила свою дочь с молодым перспективным бизнесменом Сергеем, который довольно скоро сделал ей предложение. Марину испугала такая поспешность, и она отказала Сергею. В это время Марине позвонил Андрей, ее первый муж. Он попросил о встрече, и Марина растерялась. Столько всего произошло после развода. Мама познакомила меня с Сергеем. Мы с ним встречаемся, и он уже предложил мне замуж. Но что-то вас смущает. Да. Но слишком все быстро. Слишком. И эти рестораны, подарки, это все не мое. Маме нравится, поэтому она и торопит. А ведь вас замуж зовут, а не вашу маму. Присмотритесь, прислушайтесь к своему сердцу. Потом-то все и дело, что сердце с рассудком расходится. Значит, вы не любите Сергея. Ну, прошло мало времени, и я еще пока не могу сказать, люблю я его, или он мне просто нравится. И потом... Что-то произошло. Вчера мне позвонил Андрей. И он как-то сбаламутил все старое. И так запуталась. Давайте попробуем разобраться вместе. Вот на первый вопрос. Что вы действительно ждете от мужчины? Неземной любви-то, конечно, я уже не жду. Но стабильности, верности, надежности. Ну, а как насчет счастья? А счастье не про меня. Ну, а почему? Я думаю, что я вообще неудачница. Ну, мне кажется, Марина, вы не правы. Пора, наконец, брать ответственность за свою судьбу на себя. Ну, хватит вам раздавать эту ответственность маме и мужчинам. Хорошо. Я попробую. Марина была недовольна собой. Сегодня ей позвонил Сергей и попросил о встрече. Она отказалась, но уже жалела об этом. Мариш, ну, ты так и будешь от меня бегать. От судьбы все равно не убежишь. А кто сказал, что это и моя судьба? А вот это нам и надо выяснить. Это тебе. Милая, давай присядем и обо всем поговорим. Понимаешь, Мариш, ты, наверное, думаешь, что я бесчувственный человек и привык брать от жизни все. Самое главное, я не бесчувственный по отношению к тебе. Я люблю тебя. Давно? Да с первой встречи, как только тебя увидел. Ты мне показалась такой нежной и мне сразу захотелось быть с тобой. Ну, а эта история с кольцом это было так, для того, чтобы ты улыбнулась не более. Тебе это удалось. Правда, с опозданием, но удалось. Выходи за меня замуж. Я для тебя ничего не пожалею. А я потом не пожалею? Обещаю. Марину все больше влекло к Сергею. Она приняла решение. Надо держаться этого человека. Марина с волнением ожидала свадьбы, которую Сергей грозился сделать грандиозной. Марина! Марин! Привет! Я искал тебя. С днем рождения! Спасибо. Марин, я узнал тут, что ты развелась, поэтому пришел. Я все еще люблю тебя. Может быть... Андрюш, не надо, не может быть. Я... я замуж обхожу. Ты уже все окончательно не решила? Да. День свадьбы уже назначен. Слушай, ну... не торопись, Марина. Андрюш, я тебя прошу, оставь покой меня. Ладно? Я ведь без тебя словно и не жил. Марин! Марину раздирали противоречия. Сердцем, несмотря на его измену, она была с Андреем. Но умом понимала, что стабильность, которую обещал Сергей, не менее важна. Сергей пригласил их с мамой в ресторан. Марина не могла не оценить его заботы, но постоянное присутствие мамы рядом начинало раздражать. Да и мысли об Андрее не давали покоя. Оп! А вот и я. Боишься? Это хорошо. Боишься, значит, уважаешь. Кого тут бояться-то? Все-таки была права моя мама. О, у нас один разговор. Мамочка здесь, мамочка там. Ты чего пришел-то? А вот к мамочке твоей пришел. Зря, что ли я ее ублажал. Пусть теперь платит. Ты чего несешь-то? Что было тут было. Да ладно, Марина, не грузись. Дело-то житейское. Придумай, что-нибудь правдоподобнее. Алкаш. Весь вечер в ресторане Марина была как на иголках. Она решила поговорить с мамой о Диминых пьяных бреднях. Такая расстроена. На работе проблемы? Нет, не на работе. А что? Знаешь, мам, разговор есть. Я вчера Диму увидела. О, боже. Что, опять всплыло это чудовище? Угу. всплыла и заговорила. Знаешь, что он сказал? Что? Что вы с ним спали. Что? Это бред какой-то. Ну, понятно. Он решил таким образом отомстить. За что? Понимаешь, Мариночка, Дима, он какой-то озабоченный и сам пытался ко мне приставать. А почему ты мне ничего раньше не сказала? А зачем? Зачем было тебя расстраивать? Понимаешь? И потом это было так омерзительно, и я попыталась просто об этом забыть. Марин, вот давай оставим все это в прошлом, а? Ну, все, это уже ушло. Понимаешь, Сережа, это совершенно другой вариант. Вот он никогда не предаст ваши отношения. нет, поверь мне, доченька. Марина вспоминала свою жизнь с Андреем и ее печальный финал. И не могла понять, почему все рухнуло, ведь они по-настоящему любили друг друга. Марина хранила эти проклятые духи и записку. Она много раз перечитывала посвящение другой женщине, но только сейчас обратила внимание на одну деталь. Почерк записки был похож на почерк Андрея, но Андрей никогда не подписывался инициалами, зато ее мама всегда подписывалась именно так. Мама! Ой, доброе утро, доченька. Доброе. Мама, а ведь правда, что-то ты подстроила нашу ссору с Андреем? Я не знаю, почему ты опять вспомнила эту историю. Ты же знаешь, что этот брак был обречен. Мне без твоей помощи. Ты что, меня в чем-то обвиняешь? Я думаю, что-то ты все подстроила. Я, доченька, тебя никогда не обманывала. В записке у Андрея был всего лишь один инициал. Он никогда так не расписывается. А рассказы Димы тебе не кажется слишком много? Ну нельзя сомневаться в материнской любви. И все это из-за того, что нес тебе этот Дима. И потом, подписаться инициалом Андрей мог. Может, он торопился. Ну все, я не хочу с тобой ссориться. Давай, пойдем на кухню, выпьем кофе и успокоимся. После развода дочери мать Ольга Кирилловна познакомила Марину с молодым преуспевающим бизнесменом Сергеем, который довольно скоро сделал Марине предложение. Неожиданно объявился второй муж Марины Дмитрий и признался, что изменял ей с ее матерью. Вскоре Марина встретила Андрея, своего первого мужа, с которым она рассталась по настоянию матери Ольги Кирилловны. Марина поняла, что долгие годы она жила в атмосфере измены и лжи. Я к вам с новой проблемой. Я больше не верю своей матери. Она развела нас с Андреем, спала с Димой. А вы поговорили с мамой об этом? Да. Она убедительно все отрицала. Но вы ей не поверили. Я вообще больше не знаю, кому верить. Я... Я не знаю, как дальше жить. Марина, самое главное, не стоит отчаиваться, даже если ваши сомнения подтвердятся. У вас всегда есть человек, которому вы будете верить. Это вы сами. И пора уже самостоятельно строить свою жизнь и свои отношения с мужчинами. Я постараюсь. Выбора-то у меня все равно нет. Марина решила серьезно поговорить с Сергеем и убедить его после свадьбы жить отдельно. Ей хотелось обезопасить свой третий брак. Отличная сцена. Не часто увидишь своего жениха в объятиях своей родной матери. Марин, подожди, я тебе сейчас все объясню. Сережа. Так объясни. Марин, подождите. Пойдемте домой. И обо всем спокойно поговорим. Ну что, хватит мужества сказать, что здесь произошло? Подожди, я даже рад с одной стороны, что ты все это заметила. Понимаешь, у нас с Ольгой Кирилловной действительно был роман. Сейчас нет ничего. Все закончилось. Нет. Понимаешь, это был последний поцелуй, прощальный. Все, между нами ничего больше нет. Марин. Это правда? Ненавижу. Марин. Марин. Доченька. Мариночка. Не спишь? Давай поговорим, а? Мариночка. Мариночка. Я желаю тебе только добра. тебе устроить серьезную, достойную и хорошую жизнь Сергея. Уходи. Как ты? Марина позвонила Андрею и попросила его прийти. Ей надо было много ему сказать и узнать, наконец, тайну его ухода. Как там Верочка? Какая Верочка? Твоя Верочка. Не понимаю, о чем ты. Ну, видишь ли. Привет, Андрей. Здрасте. Ну, ладно, не буду вам мешать. Нет, мама, останься. Может быть, ты расскажешь нам про Верочку, с которой меня изменил Андрей? Да про какую Верочку вы все время говорите? Подожди, Андрей. Про духи. Не хочешь рассказать? Понимаешь ли, доченька, Андрей не сделал бы тебя счастливой. А ты-то откуда знаешь? Я его любила. Ты же нашла другого. Какого другого? Ольга Кирилловна. Понимаешь, неужели ты до сих пор ничего не поняла? Да вас нужно было развести, иначе бы ты всю жизнь танцевала бы под его вдутку. А теперь я танцую под твою. Ты все испортила. Понимаешь? И Сергей меня бросил. Да? Ну, ничего страшного, мам, ты же сама говорила. Мужчин на свете много. Найдешь себе другого. А вот дочка у тебя одна. была. Ну-ну. Ну что, так и будем молчать? Как ты могла поверить маме? Не поговори со мной. А ты не хотел выяснить, что произошло? Стоп, давай, давай все забудем, не будем об этом. Хорошо? просто начнем все сначала. Разрешусь с вами познакомиться? Разрешаю. Как вас зовут? Марина. Я Андрей. Что вы делаете сегодня вечером? А что вы можете предложить? Допустим, сейчас идет какой-то новый фильм. Можем сходить. Смотрим. Почему Марина попала в такую ситуацию? Совсем не потому, что мать строила свою жизнь за ее счет, а потому, что Марине было очень удобно быть послушной. Не я решаю, не я отвечаю за последствия. Но рано или поздно человек взрослеет и начинает понимать, что в его жизни все устроено не так, как он хочет. И в конечном итоге необходимо набраться решимости для того, чтобы стать взрослым. Иначе говоря, не только хотеть, но и добиваться того, чего хочешь. В нашей истории Марина смогла сделать этот непростой шаг. Редактор субтитров А.Семкин